МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Протянули руку помощи, как спасают городской приемник для животных. Книги Донбасса в МБЦ стартовала новая акция. Сияющие звезды. 60-й слет Союза детских организаций прошел во Дворце детского творчества. Далее расскажем обо всем подробно. Обязательные паспорта для собак хотят ввести в Нижегородскую область. Проект дополнительных требований к содержанию домашних животных опубликован на сайте регионального правительства. Если решение примут, владельцы будут обязаны прививать от бешенства и регистрировать всех собак независимо от породы, начиная с трехмесячного возраста. Вновь переобретенные животные должны быть зарегистрированы в двухнедельный срок. Согласно проекту, запрещено проживание питомцев на балконах и лоджиях, а также в местах общественного пользования, например, на чердаках и в подвалах. Также теперь нельзя будет выбросить животное на улицу, отказаться и отдать его в приют. В случае загрязнения общественных мест, общедомовых площадок, владельцы животных обязаны обеспечить их уборку. Нельзя будет допускать домашних животных на территории и в помещения образовательных организаций, учреждений здравоохранения, торговли, общепита. Также владельцы обязаны будут обеспечить тишину и принимать меры к предотвращению лая домашних животных в жилье после 23 до 7 утра и при выгуле. Не думать, а действовать. Уже несколько лет приемник для животных находится в плачевном состоянии. Нет горячей воды и отопления, не работает вентиляция. Эту тему неоднократно поднимали в городских пабликах и на комитетах Думы. Наконец, в вопросе наметился сдвиг. Денис Щербуха вместе с своими сотрудниками уже несколько дней приводит приемник в порядок. Как продвигается дело, расскажем далее. На прошлой неделе в городской думе прошел комитет, где рассматривали ситуацию с бездомными животными в нашем городе. Одно из мест, куда принимают кошка-собак без хозяев – городской приемник. Он функционирует уже около 30 лет и долгое время здесь не было ремонта. Территория вокруг заросла и пришла в запустение. В самом здании нет горячей воды, отопления и вентиляции. Даже большинство ламп перегорело. Услышав о том, в каком плачевном состоянии находится приемник, депутат Денис Щербуха решил взять дело в свои руки. И уже в субботу работа закипела. Все очень много говорят. И поэтому мы тут, группа депутатов, Тихов Александр Васильевич, я, Волгин Алексей Александрович, мы решили все-таки привести этот приемник в надлежащее состояние. Тут очень много проблем, которые можно решить. Вот. То есть, если вкратце, что мы сейчас будем делать? Первое, это значит, мы убираем с территории приемника мусор, значит, различные там поросли, которые уже заполонила полностью всю территорию, что даже собак нельзя выпустить здесь. Во все вольеры для собак сделали лежанки. Раньше они спали прямо на кафеле. Кроме того, началась установка вентиляции. В одном из помещений она уже заработала. Теперь не будет запаха, а влажность придет в норму. Следующая задача – отремонтировать выходы из вольеров, чтобы собаки могли выходить на улицу. Вот сейчас уже тоже зону выгула начали приводить в порядок. Она вся выкопанная в ямах. Мы вот привезли щебенки. Сейчас, значит, застелим, ну, грубо говоря, ее и создадим там благоприятные условия для собак. Также будут делать освещение, так как часть ламп уже не работает. В планах подключить муниципальные предприятия. В большинстве вольеров забит сток воды. Устранить эту проблему собираются с помощью машин Горводканала. С отоплением и горячей водой ситуация сложнее, но вопрос решают. Мы пришли сюда с Денисом Валерьевичем в пятницу впервые. Он увидел масштабы бедствия, скажем так. И первое, что поразило, человек просто на месте начал решать вопрос. Позвонил одним, позвонил другим. И процесс начался. Когда в субботу мы сюда приехали, когда я увидела то, что уже сделано, что много лет не делалось, потому что никому это было не надо. Слезы. Слезы благодарности, слезы радости. И не веря в то, что действительно это вот сейчас происходит. Такое состояние приемника – вершина айсберга под названием «Проблема с бездомными животными в Сарове». Стая собак живут на улицах, подвергаясь риску замерзнуть или умереть от голода. Да и многих саровчан такое соседство не устраивает. Этот вопрос нужно решать поэтапно, считает Денис Щербуха. Ну вот сейчас мы эту задачку сделаем. Начнем что-то думать. Может быть, вот мне сказали, этот приемник немножко можно расширить. Это тоже как бы финансирование нужно. Может быть, подключим Российский федеральный ядерный центр к этой проблеме. Вот. Поэтому, ну, как говорится, надо начать какие-то процессы. Потому что много всех говорят, а вот дел по факту, ну, было сделано мало. Также Денис Щербуха призывает предпринимателей присоединиться к этому большому доброму делу и сообща помочь животным городского приемника. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На продукты с истекающим сроком годности, пригодные для употребления, планируют отменить НДС для торговых сетей, если они будут передавать их на благотворительность, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее стало известно, что Минпромторг совместно с ритейлерами прорабатывает решения для развития фудшеринга в России. Речь идет о выработке законодательных решений по безвозмездной передаче продуктов с подходящим к окончанию сроком годности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Снят запрет на посещение лесов Нижегородской области. До первого снизился класс пожароопасности, заявили в областном Минсельхозе. Напомним, что в регионе фиксировались четвертый и пятый классы пожароопасности на протяжении нескольких месяцев. Из-за этого был введен запрет на посещение лесов и охоту. С начала года было потушено 65 пожаров. Самый большой из них в Воротынском районе. Площадь возгорания составила 6500 гектаров. Огонь ликвидировали спустя 21 день. Сейчас обстановка с лесными пожарами находится под контролем. С 1 сентября 2023 года в школах начнет действовать так называемый «золотой стандарт знаний». Соответствующие поправки в закон об образовании в РФ приняла Госдума. Речь о единых федеральных образовательных программах. Это базовая планка, ниже которой школам опускаться нельзя. Появится единый стандарт преподавания по нескольким предметам русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. Программы разработают Минпросвещение. Утвердить их нужно до 1 января следующего года. Кассы театра временно не работают. Продажи билетов осуществляются онлайн. По всем возникшим вопросам, в том числе по поводу возврата билетов, можно обратиться по телефону 98373. Свои контакты можно оставить и на автоответчик. Вам обязательно перезвонят. О возобновлении работы кассы театр незамедлительно сообщит. Саровская команда приняла участие в забеге «Стальной характер», который прошел в Богородском районе. Участников ждали 5 уникальных трасс, 3, 5, 7, 9 и 11 километров и различные препятствия. Водные преграды, колючая проволока, вертикальные стены. Принять участие можно было индивидуально и в составе команды. «Стальной характер» – это форма активного отдыха, ограничащего с экстримом. Как отмечают организаторы, это возможность выйти из зоны комфорта и не только испытать свои физические силы, но и проверить характер и чувство юмора. В Молодежном библиотечно-информационном центре стартовала акция «Книги Донбассу». Любой желающий может подарить учебную художественную литературу на русском языке, желательно новую или в хорошем состоянии. Собранные издания будут переданы в библиотеки Донецкой и Луганской народных республик. Акция «Книги Донбассу» стартовала в нашей стране в августе. В сентябре к ней присоединился Исаров. Пунктом сбора стал Молодежный библиотечный информационный центр. На Московскую 11 горожане могут приносить книги, которые передадут в дар библиотекам и досуговым центрам Донецкой и Луганской народных республик. Художественная литература, учебная литература, школьная, но обязательно на русском языке. Ну, в принципе, здесь никаких возрастных ограничений нет. То есть и мамы с детьми приходят, и люди уже пожилого возраста. То есть любой желающий принять участие в акции, любой горожанин может прийти и подарить эти книги. Главные книги должны быть либо новые, либо в хорошем состоянии. Акция стартовала в пятницу, и за несколько дней горожане принесли уже около 300 изданий. Среди них и классика, и современная литература, детская и взрослая. Передают и настольные игры, и пазлы для малышей. Их тоже принимают. Один раз в неделю волонтеры будут забирать подарки и отправлять их к месту назначения. Пока бессрочно, пока мы не знаем, когда она закончится. Пока мы просто приглашаем саровчан принять участие в этой акции. Когда закончится, пока неизвестно. Подробности по телефону 94426 и на сайте библиотеки имени Маяковского. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Уникальная выставка адмирал Ушаков из экспозиции Саровского музея военно-морской славы побывала в комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» по приглашению главкома ВМФ. Чукотский автономный округ – самая удаленная территория демонстрации выставки адмирал Ушаков. Уже четвертый год под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в восточном секторе Арктики проходит комплексная экспедиция «Умка». Это учебные сборы, в ходе которых атомные подводные крейсеры из акватории Чукотского моря запускали боевые ракеты по морской мишени условного противника. В рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот главнокомандующий ВМФ посетил Чукотский автономный округ. В мероприятиях комплексной арктической экспедиции приняла участие и уникальная выставка «Адмирал Ушаков» из Саровского музея военно-морской славы. Выставку представили в отдаленном военном гарнизоне. На самолете главнокомандующего ВМФ мы были доставлены из Санкт-Петербурга на Чукотку. Там развернули свою выставку. И он лично представлял и открывал выставку для жителей и детей данного поселка. В течение двух дней организаторы выставки провели пять экскурсий. Рассказали о личности адмирала Ушакова, о его жизни, подвигах и боевом пути. Среди экспонатов было представлено 17 информационных стендов, портрет адмирала, а также единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова образца 1803 года. Конечно, сами понимаете, для жителей отдаленных кулаков нашей Родины это совершенно необычное явление, когда уникальная выставка, которая в основном демонстрируется только в центре части России. В частности, мы участники главного военно-морского парада уже шесть раз на территории Санкт-Петербурга и Грандштадта. Поэтому выставка пользуется большей популярностью, все хотят ее увидеть. Для музея военно-морской славы этот год стал особенным, потому что передвижную выставку представляли и в Государственной Думе, и на Дне России в городе Севастополе, и по уже доброй традиции, на главном параде военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Поездка на Чукотку, буквально на край земли – одно из ключевых исторических событий для Саровского музея. Это самая отдаленная точка, потому что до этого мы выставлялись, начиная от Северодвинска до Севастополя, ну и самая крайне европейская точка – это сам Петербург Грандштадт. Но теперь, то есть, можем мы говорить, что Дальний Восток нами тоже осваивается, и с учетом предложения и замыслов главкомандующего военно-морского флота Адмиралом Евменовым, то есть мы реально понимаем, что, возможно, ждут еще более экзотические путешествия. Главком военно-морского флота планируют серию выездов передвижной экспозиции Музея военно-морской славы в отдаленные военные базы и новые поселки на Арктическом побережье, а также создание комплексной онлайн-программы по экспозиции адмирал-ушаков для крайних уголков России. Экспедиция на Чукотку Саровского музея состоялась при поддержке Благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив имени святого праведного воина Федора Ушакова города Москвы. Светлана Юрнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Дворце детского творчества прошел 60-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». Пионеры, соблюдая все традиции, пели песни в орляцком кругу, барабанили, исполняли гимн, отдавали салют. Также активисты разрабатывали проекты, планировали деятельность на новый учебный год. На слете Союза детских организаций «Сияющие звезды» собрались делегаты из 14 дружин школ города. Ребята разделились на 4 группы. Далее работали по своим направлениям. На военно-патриотической станции придумывали новые форматы для проекта «Память в сердце». На площадке детской палаты «Галактика» формировался новый состав совета. Активисты, выбравшие созвездие творцов, представляли школьные идеи коллективно-творческих дел. Станция вместе с наставником проводилась для разработки нового проекта, посвященного году педагога. Самая интересная идея – это поменяться с учителями, а дети станут с учителями. И это будет очень интересно, когда дети будут вести уроки, а учителя будут сидеть на месте детей. На слете собрались разные ребята. И новенькие, которые только вступили в организацию, и опытные, которые получили звание пионера-инструктора. Виктория Романова в пионерской организации уже 4 года, а в детской палате «Галактика» – 3. Девушка обучает ребят игре на барабане, а также ведет мероприятия. Сегодня у нас с сводным отрядом барабанщиков было показательное выступление, а также после мы барабанили на внос знамени, позже мы будем барабанить на вынос знамени. Любовь Коваш в свои школьные годы была активным пионером «Сияющих звезд». Еще тогда у девушки появилась мечта, что в будущем, когда она вырастет, вернется в пионерское движение в роли педагога. А мечтам свойственно сбываться. Теперь Любовь Игоревна вовлекает детей в общественную деятельность, готовит их к участию в масштабных конкурсах. Сейчас есть российское движение школьников, которые, ну, пионеры тоже участвуют, потому что пионеры – это активист в первую очередь. И они дают очень большие тоже проекты и помогают детям нашим поехать в замечательные лагеря. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.